Основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди. Я захотел одно время сделать с ним интервью. И он согласился. Он смотрел мои программы в Ютьюбе, он согласился. Я к нему приехал. Трехкомнатная квартира в Москве. Это еще было до событий. Он вышел мне навстречу. В протертых спортивных штанах, миллиарден. В выцветшей какой-то футболке с пятном. Тапки на босу ногу. Квартира абсолютно пуста. Кроме телевизора старого, пыльного мебели и книжек. И балалайка. Я говорю, а вы что, на балалайке играете? Он говорит, да, играю. Гений, гений, знаете, настоящий гений. Мариупольский грек из Украины. Придумал вот эту байду. Я ему в конце интервью говорю, ну что, может, сыграете на балалайке? Он говорит, сыграю. Сыграл на балалайке. Потом, когда у меня книга выходила с этим интервью, я говорю, может, напишите предисловие? Он говорит, а можно я надиктую? И он прямо в Ютьюб бросил, надиктовал мне предисловие к этой книге. Вот он умер. Столько обманутых людей. Вот это с одной стороны, да? И такой гениальный чувак, математик, физик. Чистый гений. О нем фильм сняли, «Пирамида». Алексей Серебряков его играл. С несгибаемой волей его боялись киллеры, когда его в тюрьму привезли. Киллеры просили убрать их из камеры, где он находился. Несгибаемая воля какой-то железный человек, не имевший даже паспорта зарубежного, никогда не бывавший за границей. Я его спрашиваю, слушайте, вы миллиардер. Он мне говорит, я деньги хранил комнатами. Я говорю, а сколько у вас денег было? Я говорю, могу сказать, сколько у меня комнат было с деньгами. Комнат. Я говорю, а воровали? Он говорит, ну как, когда вижу от пола до потолка деньги, а чуть-чуть редко нету, значит, уже воруют.